Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как бороться с незаконными магазинами и пивными, расположенными на первых этажах жилых домов? Как жильцы могут защитить свои права? Об этом говорим сегодня в нашей студии руководитель ассоциации ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Самарской области Ирина Кочуева и председатель ТСЖ МИР-2 Кировского района Татьяна Буркова. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Напомню, тема защита прав собственников жилья. Звоните и задавайте свои вопросы. Здравствуйте, Ирина Николаевна Татьяна Ивановна. Ну, давайте начнем сразу обсуждать эту проблему. Вообще, в чем проблема? Есть магазин, пивнушечка небольшая на первом этаже. Казалось бы, так хорошо, примерно, удобно. Да, недалеко бежать, особенно летом. Почему жильцы протестуют и как решить возникающие проблемы? Здесь, конечно, основной вопрос, который возникает чаще всего, это законность, в принципе, перевода жилого помещения, то есть непосредственного, например, однокомнатной, двухкомнатной квартиры на первом этаже, в какое-либо другое назначение. Потому что, когда мы с вами видим ситуацию, что вот был, особенно очень видно это по центральным улицам, например, в Октябрьском районе, в Кировском, по каким-то, вот, например, если смотришь центральную улицу, когда действительно был первый этаж, была обычная квартира, не было никакого входа-выхода, то есть только через подъезд, появляется некое помещение, на котором показ даже иногда зачастую никаких вывесок нет. То есть просто помещение вдруг стало нежилым. И появляется у нас с вами объявление, что какая-то аренда. Вот здесь основной вопрос и проблема – это незаконный перевод жилого помещения в нежилое без согласия собственников. И здесь все очень просто. Просто в том смысле, что когда у нас с вами фасад, а фасад является общим имуществом многоквартирного дома, и прорубить этот фасад мы с вами должны только в том случае, если все собственники согласились. И это касается конструктивных особенностей, поэтому там зависит от размера фасада, но от половины собственников, должны согласиться, до практически двух третей, чтобы действительно на первом этаже у нас с вами взамен обычной квартиры, которая там была, появилось нежилое помещение. При этом очень важный факт, что не важно, какой статус использования этого помещения. Это может быть хоть детский сад, пожалуйста. Это может быть и перехмахерская, и, как вы правильно сказали, пивная очень часто захватывает всех этих ситуаций. Основной вопрос. Любой перевод жилого помещения в нежилого, любое прорубление фасада, любое крыльцо, а уж тем более, извините меня, можно сказать, общественные туалеты вокруг таких ситуаций, они, естественно, требуют согласования с собственниками, и собственники должны дать это согласие. Но я, насколько понимаю, в законодательстве это еще не прописано. Это прописано. Это прописано в той части, скажем так, в общей части жилищного кодекса, где говорится черным по белому. При внесении конструктивных особенностей в особенности дома прорубление фасада, проделывание отдельного подвала, устройство отдельного входа, это требует общего согласия собственников. Другой вопрос, для чего это надо? Жилое, нежилое или там назначение уже не важно, опять же. Но если раньше на первом этаже вход был один в подъезд, и таких подъездов на первых этажах, например, три, и других в входах через фасад не было, то любое появление на первом этаже непонятного, извините, отверстия, через которое будет осуществляться проход, это требует согласия собственников. Та же самая ситуация, когда у нас с вами организуют на чердаках, извините меня, помещение для своих нужд, когда в подвалах у нас отрезают тоже для своих нужд. Почему это важно? Закон говорит очень просто. У нас с вами есть не только обязанность, обязанность оплачивать коммунальные услуги, но у нас есть право получать с общего имущества прибыль в интересах всего дома. Понятно. Татьяна Ивановна, вы сталкивались с такими проблемами, обращались к вам жильцы, там, недовольные еще? Да, вот в нашем доме по проспекту Металлургов 56, там открыта точка, но там торгуют пивом и напитками газированными. Вот жильцы были очень недовольны тем, что, особенно женщины, тем, что так доступно и рядом находится эта пивная точка. Мало того, во двор выходило как бы наподобие рекламы о том, что тут торгуют. Ну, рекламу мы, в общем-то, добились того, чтобы перевернули обратной стороной, то есть не видно было, чем торгуют со стороны двора. Но точку, вот хозяин этой точки вроде бы говорит, что так как не крепкие алкогольные напитки, то мы вроде бы пока не убираем. То есть пока у нас ничего не получилось, хотя не все жильцы, ну, кому-то, в общем-то, все равно, что есть точка, но у нас многие есть против. А каким должно быть основание, Ирина Николаевна, для того, чтобы подать в суд или обратиться к властям, представительной или исполнительной, для того, чтобы проблему эту решить? В 2015 году при помощи старших по домам, именно старшие по домам обратились к нам в ассоциацию для того, чтобы мы представляли вместе с ними всю эту ситуацию в суде, возникло решение суда о том, что действительно обязательно общее согласие, согласие собственников. И в данном случае вся эта практика через протокол, который мы закрепили на комиссии по межседовательному взаимодействию и противодействию коррупции на территории городского округа Самара, такой протокол был закреплен, что нужно внести изменения в постановление непосредственно уже теперь внутригородских районов. И вот в Кировском районе такое постановление есть, оно принято, оно принято в конце 2016 года. И фактически сейчас, если кто-то вот уже сейчас вновь решит получить согласие от городского, внутригородского района, в данном случае Кировского, я думаю, что все эту практику сейчас поддержат в том или ином виде, поскольку, опять же, решение комиссии по антикоррупции было на эту тему, оно подписано от протокола Олега Борисовича Фурсова, соответственно, задача стоит очень простая, что теперь при получении согласия на перевод жилого в нежилое помещение, вне зависимости от вида назначения данного, соответственно, помещения, а собственник, который хочет это сделать, он обязан будет представить такой протокол. И там уже, соответственно, собственники будут решать, всех это устраивает или не устраивает, пиво или прохладительный, опять же, детская комната или какое-то там другое заведение. Потому что повально, помимо, извините меня, пивных, у нас с вами идут кальянные, повально у нас идут разные точки, поэтому очень важно понимать, не важно, что у вас открывается на первом этаже, важно, чтобы это приносило прибыль не только собственнику на первом этаже, но и конкретно касалось всех, потому что ту же рекламу, ее можно было не переворачивать, а обсуждать с собственником, чтобы он оплачивал дому какие-то цифры. И люди бы получили хотя бы дворник или уборщицу, правильно? Дополнительную. Бесплатно. Бесплатно. Для собственников это было бы бесплатно. А порядка было бы больше. Вот вы сказали, что в Кировском районе это решено, есть такая практика, а что же с остальными районами? Другие районы сейчас... Что им нужно сделать? Другие районы, письма ко всем главным районам направлены. Мы ждем, что в ближайшее время в том или ином виде появится, соответственно, уже решение, именно подписанное постановление в районах о том, что необходимо согласие собственников во всех районах. То есть, фактически, результатом деятельности за год, там, ну, полтора даже года, именно по инициативе старших, совместно с практикой всех старших, Кировский район тоже принимал активное участие, как говорится, посмотреть, как это будет выглядеть у нас дальше. И уже практика лета 16-го года привела к тому, что дамы получили это постановление. Да. Эта общая задача была решена при помощи, опять же, Департамента общественной безопасности городского округа Самара. Это поддержало инициативу глава города. И уже теперь внутригородские районы смотрят практику, как она есть в Кировском, и, видимо, в той или иной степени примут у себя. Ну, есть у нас разные формы управления многоэтажными домами. Вот какая из них самая эффективная, и даже вот в этом вопросе. В одном доме есть только старший по дому, в другом – это ТСЖ со своей командой, ЖСК. Вот как здесь быть, чтобы все подтянулись и все участвовали в этом процессе? Как председатель? Да, наверное. Я с удовольствием скажу, конечно. ЖСК и ТСЖ, я считаю, что вообще наиболее прогрессивной и наиболее как бы доступной, вернее, не то что доступной, а наиболее демократичной формой все-таки является ЖСК или ТСЖ. Потому что там, если выбран председатель и, соответственно, такое правление, которое может и должно принимать решение, то гораздо легче управлять домом, когда сами хозяева. Все-таки старшие по домам – это что такое? Они находятся как бы между населением и управляющими компаниями. Что управляющая компания скажет, то хочешь, не хочешь, или бороться надо до такой степени, что чуть ли не доинфаркт, или принимать решение, которое говорит управляющая компания, что не всегда, в общем-то, в интересах собственников дома. То есть у вас больше полномочий получается. Но самостоятельное юридическое лицо принимает решение, конечно, счетный счет, то платит деньги, то... И заказывает музыку. Фактически, если посмотреть статистику, вот я обладаю этой статистикой по всей Самарской области, там, где у нас ТСЖ и ЖСК, там меньше задолженность по квартплате, потому что люди видят реальную помощь и реальную ситуацию, куда эти деньги расходуются. Квартплата, например, то есть размер, вот опять же таки, как оплачивается в ТСЖ и ЖСК, обычно уходит за 80%. Если мы же вами возьмем сейчас, если вы спросите любую управляющую компанию, они замечательно считают, что если у них есть оплата и должников, ну, на уровне 65-72, вот что-то вот так вот. У нас есть с вами, извините, ТСЖ и ЖСК, где стопроцентная оплата идет. И такие ситуации есть. Там, где люди действительно, с одной стороны, видят реальный результат, с другой стороны, понимают, что за квартиру необходимо оплачивать, в любом случае ты оплачиваешь и платишь законные деньги на то, что не просто куда-то ушло, а действительно потрачено на нужды дома. Вот здесь, конечно, с позиции прозрачности ТСЖ и ЖСК, она более прозрачна. Управляющая компания, там вопросов и нареканий по качеству коммунальных услуг намного больше. Понятно. Хочу напомнить телезрителям, что у нас прямой эфир, наш телефон 202-11-22, обсуждаемая тема магазины, пивные и кальянные на первых этажах. Если у вас есть проблемы, вы не знаете, как их решить, кому обратиться, звоните. Наши гости в студии вам подскажут. Но хочу сказать, что это одна из проблем, да, очень много других. Вот, Татьяна Ивановна, какие еще проблемы возникают, ну, кроме вот этих незаконно оформленных в нежилые помещения? Ну, есть вот еще, когда, например, первые этажи, которые являются нежилыми, вешают рекламу на всех окнах и фасадах дома. Вот. И не всегда, значит, сразу они признают, что за эти рекламы все-таки тоже собственники должны получать какую-то отдачу. Поэтому, в общем-то, это, я считаю, очень серьезный вопрос. Вот Ирина Николаевна, я более подробно, да, расскажет о том, что, в общем-то... А что можно сделать? Опять же, какие основания, чтобы привлечь вот этого рекламодателя, который развешивает... Первое и основной момент, какой мы должны для себя прежде всего понять, что фасады дома, как мы говорили, изначально с этого начали, это собственность, с которой можно получать прибыль. Хотя бы, по крайней мере, доход. А уж будет прибыль или не будет? Второй вопрос. Соответственно, если вы даже сейчас зайдете к крупным рекламодателям Самарской области или там города Самары, посмотрите, где они предлагают размещать рекламу и на каких основаниях, то вы будете, ну, мягко, скажем так, удивлены. Я этот мониторинг постоянно веду. Крупные рекламодательные организации, кто, ну, является, вот, возможность дает разместить рекламу, они практически большинство заявляют, кто-то в промышленном районе, очень много объектов, где ты можешь разместить свою рекламу. И цифры там достаточно серьезные. То есть реклама на фасадах, так, пресловутые брендмауры, пресловутые, опять же, короба световые, но цифры очень хорошие. И 5, и 10, и 15, и 20 тысяч в месяц. Вопрос отсюда следующий. Если на моем фасаде... У меня, например, трехподъездный дом, висит реклама, которая получается 20 рублей в месяц, 20 тысяч, естественно, рублей в месяц, то, естественно, возникает вопрос, куда она уходит. И если мы делаем это именно обратно, таким, знаете, Кировский район, отдельно тоже очень интересная ситуация, когда реклама висит, Ленинский, по проспекту Ленина, посмотрите, мы едем с вами там, замечательно висят растяжки, именно по самому фасаду. И здесь принципиальный момент только один. Абсолютно та же логика, которая была с первыми этажами, почему и была принципиально именно сделать судебную практику на первых этажах и уже через постановление пропустить. Потому что если кто-то на вашем фасаде вешает такую рекламу, и вы видите, что она есть, первый и основной вопрос, это, собственно говоря, за чей счет банкет, куда уходят деньги. Закон, жилищный кодекс, закон о рекламе очень четко говорит, что даже если у вас управляющая компания, ТСЖ как-то решают, обычно такие проблемы возникают с управляющими компаниями, то у нас с вами в обязательном порядке, в протоколе должно быть указано, где висит, что висит, зачем, извините за термин, почем висит и куда эти деньги отправляются. Вот если мы с вами не поймем, куда эти деньги уходят, то они будут благополучно с вами уходить не на наши с вами нужды, а мы как собственники должны все-таки понимать, что наш фасад – это наши деньги. И помимо того, что мы платим коммуналку, мы можем с вами получать реальный доход от своего имущества. А кто может задать вот этот вопрос, потому идут ли деньги в дом, какая-то часть или нет, старшие по дому получается, или собственник жилья любой тоже может управляющей компанией направиться? Сначала собственник, естественно, сначала собственник, и собственник может это отправить. Если собственник еще в придачу к этому у нас выбран старшим по дому, и при этом есть ситуации, когда это вот у нас, опять же таки, в Кировском районе, ТСЖ, ЖСК плюс-минус, как говорится, все так понятные, там нет проблем со старшими по домам, потому что старший по дому он есть и там, где управляющая, и там, где ТСЖ, и там, где ЖСК. Это тоже, как говорится, структура-то везде одинаковая. Другой вопрос, что здесь прямой контакт есть, а у нас есть ситуации, когда в Октябрьском районе делят рекламу, есть такие ситуации, есть в Промышленном районе делят рекламу, Советский район делят, и, соответственно, куда это уходит в доме? То есть старшие три копеечки-то получают своих, а до дома не доносят. Поэтому собственник, естественно, задавая вопрос, а куда идут деньги от рекламы, ну, возьмем с вами проспект Кирова или проспект Победы, там же едешь, все завешено рекламой. Куда уходят эти деньги? Собственник пишет обращение, собственно говоря, в ту организацию, которая у него указана, как организация, снимающая с него деньги. Квиточек мы получаем с вами каждый раз. Туда мы обращаемся, задаем вопрос, на основании чего реклама, кто ее повесил, и куда идут деньги за использование моего фасада. Но они обязаны ответить в течение какого времени? 30 дней, классический срок, да? Управляющая компания. В придачу очень большая распространенная ошибка, как говорится, воспользуясь случаем, считать, что если реклама находится на первом этаже, то доходы должны пойти на первый этаж. Нет. Фасад одинаков для всех. Даже как и крыша, она одна для всех. Даже как подвал, заливать будет тоже всех. Поэтому, собственно говоря, вне зависимости от того, где находится эта реклама, доход от использования фасада, подвала, крыши, лифтовых, которые были получены, тоже у нас, извините, разные интересные вещи там висят, они должны идти на использование непосредственно имущества дома. Может быть, на ремонт лифта, если люди согласятся, что им надо восстанавливать лифт. А может быть, где-то на другие цели, если лифт новый. Хотя у нас это мало. Ну, раз уж мы заговорили о финансах, платежи собственников жилья тоже влияют на благоустройство и так далее. Как с этим обстоит дело у вас? Есть ли проблемы? Как вы с этим боретесь? К сожалению, да, во всех домах, в которых ЖИСКСЖ у меня, то есть эта проблема. Есть должники, которые, в общем-то, не платят за коммунальные услуги, содержание жилья. Но, в общем-то, конечно, основная масса жильцов, они добросовестны. И что удивительно, в общем-то, и как бы преобладает в практике, что как раз пенсионеры или вот малоимущие, они добросовестно платят. А вот кто-то там делает евроремонт в квартире и говорит при этом, что у него денег на оплату коммунальных услуг и жилья нет. Вот это вот тут трудно понять. Ну и в результате, в общем-то, работа у нас ведется в этом направлении. И, в общем-то, в этом году мы уже на самых злостных неплательщиков подали в суд. Причем, значит, при подаче в суд у нас многие дела, которые вот начали рассматривать мы и вызывая на первое же заседание жильцов, они сразу и деньги находят. И говорят, мы согласны на мировое соглашение, то есть уже вот у нас идет возврат. Ну а самые злостные, наверное, будем передавать судебным приставам. Понятно. Так что проблема существует. Может быть, как раз дойдет. В настоящее время обсуждаются темы, чтобы изымать единственное жилье за неоплату. Насколько это реально к принятию? Вы знаете, здесь говорить правильно это или неправильно, реально или нереально, наверное, надо смотреть немножко с другой точки зрения. Если у нас с вами собственник, подчеркиваю, не наниматель, а собственник, не оплачивает за свою собственность, значит, за его долги платит кто-то. И как бы сейчас жестоко не прозвучало, тот собственник, который не оплатил по каким-то причинам, или не хочет оплачивать, или не может, но обладает большим имуществом, то получается, что его кредитуют все другие собственники на лестничной клетке. И в результате у нас получается, что даже в те же пении, те же штрафы, которые, что снабжающие организации у нас с вами взымают, или, например, другие организации, какие-то вода, тепло, извините, если ты своевременно не оплатил, ты должен оплатить пении штрафы. Здесь пока люди у нас не поймут, что на доме других денег, как только их самих нет, иными словами, как бы, опять же, может быть, немножко прямо это не прозвучало, не побоюсь этого сказать, тот, кто не оплатил своевременно свои коммунальные платежи, тем самым, по сути, извините, обкрадывает соседей, когда за него платит сосед. И в результате мы вынуждены эти проблемы понимать, что как только оплаты нет, возникает проблема, что с этим делать. И поэтому, да, наверное, это очень тяжело будет, эти ситуации с единственным жильем. И мы, как вот ассоциация ТСЖ-ЖСК, сейчас обсуждаем разные варианты. И я знаю на практике в свое время, восьмое, девятое, десятое, когда только мы начинали работать, как от СЖ, и вот с Татьяной Ивановной, опять же-таки, по Кирскому району, по-советскому была практика, когда, очень хорошо помню, на Свободе был дом ТЖСК-шный, где у нас с вами председатель ЖСК нашел вариант, как расселить двухкомнатную квартиру, расселил на квартиру однокомнатную в Чапаевске, а долги, которые были, пошли, собственно, на долги, погашение долгов, которые были по этой квартире. И какие варианты? Потому что, вот, собственники спрашивают, где деньги? Деньги, вот, извините, от этой одной квартиры, которую в результате расселяли. Поэтому, конечно, мы сейчас идем на практику ситуацию, когда в каждом районе и Самары, и Сызр, и Тольятти у нас уже, слава богу, создались представительства, чтобы транслировать практику, как можно расселить, как можно решить вопрос. Как можно не доводить до того, что все отключат? Или там вообще все плохо будет, там вода, тепло и так далее. А как можно решить вопрос с учетом опыта успешных ТСЖ, ЖСК, ну, почти нормальных, у нас такие иногда бывают, управляющие организации, скажем так, хоть какого-то опыта. Как с этим быть? Для этого вот у нас представительство сейчас Кировский, промышленный, советский район, Ленинский район. Уже работа пошла. Да. Значит, вы идете в народ. Да. Вот и Татьяна Ивановна тоже занимает даже должность в вашей ассоциации. Вот расскажите о вашей работе, почему вы к ней подключились? Я вот хочу еще немножко по должникам сказать, что у нас, да, две квартиры даже, так как вот соседи, все общаются и говорят. Пришлось им продать квартиру, то есть кто-то дом в деревне купил, но они сами пришли к такому решению с тем, чтобы расплатиться. У них уже большая сумма, она же быстро копится, кажется, месяц-два не заплатила, что-то страшное, а оно доходит потом до больших сумм, которые, в общем-то, уже некоторым мы не в состоянии платить. И вот две квартиры у нас были. Сами они продали, рассчитались с долгами, переехали, въехали новые жильцы. Понятно. А теперь про ассоциацию. Почему вы решили туда вступить? Какие у вас функции в этом? Видите его перспективы, пользу, эффективность работы? Вот почему вы поддержали это направление? Ну, во-первых, с Ириной Николаевной это, можно сказать, с самого начала, да, вместе, потому что считаем, одной из первоочередных задач с тем, чтобы вот и ЖСК, и ТСЖ, сейчас очень много проблем, очень много задач, которые один председатель в своем ЖСК и ТСЖ решить не может. То есть надо объединяться, надо кому-то на каком-то этапе вот давать консультации тем же председателям, приходить к какому-то мнению, как-то выходить из решения проблем, которые возникают, в общем-то, даже, можно сказать, на городском уровне есть такие. Которые, я считаю, это очень необходимо для того, чтобы ЖСК и ТСЖ, ну и... А старшие по домам начнут уже просто учиться у тех успешных председателей, которые решили свои вопросы, для того, чтобы надо решать проблему. Да, они на порядок выше, в общем-то, по своей организации. И если еще будут сплоченные, и будут знать, в каком вопросе как поступать, потому что есть и вопросы и к ресурсоснабжающим организациям, которые, в общем-то, надо решать сообща, по-одиночке не решишь. Ну и другие вопросы. Ну, мы сейчас уже планируем выходить вместе с председателем, то есть у тех председателей, где будут проверки различных структур, выходить на эти проверки вместе, давать своих юристов, для того, чтобы просто уже подходить с позицией непросто. Поймите, очень обидно будет, если многие достаточно успешные ТСЖ и ЖСК, пройдя уже не один год, урегулировав многие вопросы, закроются, потому что они не смогут решать вопросы в одиночку. И сейчас задача квалифицированного большинства, то есть уже поменяться опытом, это первый факт. Второй факт, успешные практики, именно юридически успешные практики, и управленческие успешные практики, тоже передать друг другу, потому что, знаете, вот мне недавно понравилось выражение очень хорошее, что управление, качественное управление, это унификация. Вот когда у нас с вами унифицированы будут, опять же, такие варианты ответов на акт проверок, даже словутых не будем сейчас говорить, вот, хотя, вон, понимай, про кого речь идет. Именно унификация. То есть, когда у нас каждый председатель и старший по дому будет понимать, как ответить, да, это долгий путь. Но сейчас уже мы понимаем, что вариантов нет. Либо мы действительно свое имущество будем защищать, и оно у нас останется, ну, либо в какой-то период времени у нас все-таки больше народ переедет в деревню, что тоже не очень правильно. Да. Ну, раз вы сами затронули тему актуальности, тема льгот, да, вот сегодня, как нельзя актуально, хочу получить ваш комментарий, что делать, чего ждать в ближайшем будущем, как это будет, как будут развиваться события, потому что недовольство сейчас, непонимание того, что происходит, присутствие. Мы провели уже в течение последнего, вот начиная, в середине января мы встретились, в обыкновении первая, вторая неделя января, да, встретились в Кировском, в Промышленном, в Советском, в Ленинском, ну, практически везде. Все сызрани приезжали, старшие тоже с этим же вопросом. И фактически сейчас состоит ситуация в чем? Что да, соглашение заключено для того, чтобы сделать пересчет, и люди начали получать льготу. Это первый момент. Но, как правильно работать с этим инструментом? Как сделать, чтобы он заработал в полной мере, чтобы все получили? Чтобы действительно, особенно это касается городского округа Самара, чтобы это соглашение не нанесло вреда другим собственникам? Чтобы заполняя соглашение, заполняя функции связан с этим соглашением, у нас председатели ТСЖ и ЖСК вовремя сдали свою отчетность бухгалтерскую, противнослужащие не могут попасть, извините, как бы термин не прозвучал, на другие штрафы? Вот это, конечно, у нас с вами путь еще, как минимум, месяца два-три мы должны будем понимать, что будет происходить. Но, главный, основной момент, что все необходимые разъяснительные документы между собой уже все субъекты, скажем так, обменялись? Ну, почти. Минсот, город, ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, все между собой мнения высказали. Жители уже высказали в плюс или в минус, но они высказали. Высказали проблемы, вопросы, которые, в общем-то, еще надо будет решать. Да, конечно. Именно система унифицирована. И для этого, я думаю, что ближайшие там максимум две недели мы поймем уже окончательно, где же все-таки идет сбой, на какой из стадий, что процент людей, кто получит эту льготу, он действительно был практически равен тому, что было в прошлом году. Ведь фактически льготу никто не отменил. Она есть. Она есть. Да, ее начисляют по-другому. Да, она совершенно добавила снова функционал, что человек получает льготу по факту отпуска коммунальных услуг. Не просто, как вот раньше был некий средний, а по факту того, что он заплатил. И здесь как бы очень важный момент именно в том, что льгота есть, она не отменена. Льгота будет получена. Но для того, чтобы ее получить, сначала коммуналку нужно оплатить, а, соответственно, организациям, занимающим ЖКХ, оформить необходимый документ. Понятно. И тема благоустройства тоже многих волнует. Вот непонятно одно. Вот все мы платим деньги за уборку территории, еще за что-то. А качество не получаем. И территория не благоустраивается. Понятно, что там какие-то есть причины, объективные, еще какие-то. А вот как с этим вообще работать? Ну, если взять 1491-е постановление, согласно которому, мы владеем только отмостками, как организация ЖСК и ТСЖ. А вся остальная территория, она принадлежит другим собственникам. То есть, я так понимаю, муниципалитету. А вот по этому закону, значит, кто владеет землей, тот и должен ее убирать. Ну, так как, в общем-то, не всегда справляемся, так сказать, эти власти наши, то мы, конечно, на подмоге. То есть, помогаем и расчищаем внутридомовые территории. Но это мы, как бы, я считаю, занимаемся помощью администрации для того, чтобы вот совсем не погрязнуть в снегу, вот в данном случае. Ну, а благоустройство, то есть, вот я считаю, и жителей тут надо тоже привлекать, потому что я смотрю, вот один, мимо одного дома проходишь, а там пенсионеры, которые активисты, так посадят цветочки, все это красиво сделают, что просто любоваться. А другие есть, вот, организации, ЖСК, даже в ТСЖ, в ЖСК, где, может, там более потребительское отношение, что они, ну, вот кто бы нам сделал, а вот мы тут лучше на лавочке посидим и посмотрим, как другие делают. То есть, я считаю, что от собственников, от жильцов тоже зависит, чтобы прилегающая территория была красивой и оформлена хорошо. Да. Полностью поддержит Татьяна Ивановна. Просто хотела бы тоже напомнить, наверное, знаете, такую, ничего нового не скажу, но тем не менее напомню. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не пачкают. Это первый момент. Второй момент. Действительно, в силу Жилищного кодекса земля под домом, а это земля именно по отмосткам фактически, по отмосткам, это там 5 метров, извините меня, чуть-чуть там буквально, даже полтора метра, в силу закона, подчеркиваю всем собственникам. А все, что у нас началось с вами дальше, это наши полисаднички и, соответственно, тротуары и скамейки, здесь надо смотреть, кто собственник. Поэтому сейчас уже, в 2015 году еще сложилась практика, в 2016 она пошла Брянск, Воронеж, Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, где решение Верховного суда начало работать в той части, что там, где есть собственник, он за это и платит. Поэтому, конечно, нам необходимо провести ее на этом, опять же таки, неоднократно город озвучил эту инициативу, народную инициализацию, то есть понять, что же все-таки к кому относится, что чьих будет, как бы сейчас не прозвучало, и с кого спрашивать. И здесь, конечно, особую роль играют общественные советы микрорайонов. Микрорайонов, кварталов, которые должны вместе у себя на земле разобраться с чьей же. Не будет имущества в порядке и в целости, и в сохранности, если оно не чье. Оно быстренько станет чьим-то. И мы с вами, к сожалению, можем получить ситуацию через годок второй-третий, что в центре города наши с вами прилегающие территории, те же детские площадки, станут платными парковками. А мы с вами ничего не сделали, потому что это, ну, чья-то земля, неизвестно чья. Все привыкли, что всегда так было. И когда у нас с вами сейчас в этом году отменят приватизацию, и действительно пойдет новый виток, соответственно, несколько пересмотра вопроса к собственности. Поэтому, товарищи собственники, если вы живете на территории, хотите своей территорией заниматься, оформляйте, закрепляйте и понимайте, что другой земли у нас с вами не будет. Земля того, кто собственник, тот за нее отвечает, но и получает выгоду и прибыль. Тогда, глядя, ларьков у нас бы с вами посреди придомовой территории бы не стояло. А кто этим должен заниматься, вот оформлением? Это долгая процедура? Процедура долгая. Это очень долгая. Я попыталась даже в свое время сделать, правда, это было лет шесть назад, наверное, и у меня не получилось. Вот в чем проблема еще. Вот одно дело предложить оформлять, а в 19-м году градостроительный кодекс изменили. И там пошла процедура достаточно интересная. То есть вот здесь, вы знаете, я бы хотела сказать, что мы идем поэтапно. Вот была проблема, когда все дружно на первых этажах захватили, отработали. Сейчас давайте разберемся с доходом с фасадами. А там до земли доберемся. Спасибо большое за информацию, за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова